Добрый вечер! В эфире программа ТОП Латгалия. Я Лариса Кириллова. И как всегда в это время говорим о событиях прошедшего дня. Омбудсмен Юрис Янсен поставил правительству ультиматум. 40 тысяч родителей в Латвии не считают нужным платить алименты своим детям. Об этих и других новостях поговорим чуть позже. А сейчас я хочу представить свою гостью. Это Дарья Орловская, призер многочисленных конкурсов красоты. Добрый вечер, Дарья. Добрый. Но прежде чем мы начнем обсуждать заявленные новости и другие, по традиции обзор городских новостей. 9 миллионов евро получат в ближайшие два года латвийские самоуправления на реализацию территориальной реформы. Об этом сообщил министр регионального развития Юрий Спуца после завершения цикла консультаций с руководством местных самоуправлений. Финансирование будет направлено на три главные цели. Подготовка общих проектов, в которых будет разработан механизм работы институций новых территориальных единиц, разработку документов развития для новых краев и на расходы на реорганизацию учреждений местного управления. Кроме этого, предприятие Латвия с Валстелли подготовило программу развития региональных дорог, которые соединят жилые поселки с новыми административными центрами. Если правительство программу поддержит, то на упорядочение дорожной инфраструктуры будет выделено 300 миллионов евро, а ее реализация начнется в 2021 году. Как уже сообщалось, в результате реформы вместо нынешних 119 самоуправлений должно остаться 49. В частности, к Даугуполсу планируется присоединить Даугуполские и Илгские края. Строительные работы на путепроводе Смилшу, Варшева, Смилтона, Малу подходят к своему завершению. И, как отметил руководитель управления коммунального хозяйства городской думы Айвер Пуденс, новый объект дорожной инфраструктуры Даугуполса будет сдан в эксплуатацию в октябре этого года. Глава УКХ также подчеркнул, что на данный момент еще на семи городских строительных объектов ремонтные работы практически завершены. Однако, предстоят ремонтные работы на участке улицы Добелос от улицы 18 Новомбра до улицы Смилшу и улицы Таутас от улицы Добелос до улицы Елговос. Кроме этого, еще ведутся дорожные работы на улице Пекрастас. Они должны быть завершены в этом году. В 1737 году в Даугуполсе на территории крепости был построен храм иезуитов, но во время Второй мировой войны церковь была разрушена, а в 1951 году были снесены и ее руины. Сегодня о храме иезуитов напоминает только эта возвышенность и памятная доска с описанием храма. На прошедшем заседании комиссии по вопросам городского строительства и окружающей среды на обсуждение было вынесено предложение об установлении в Даугуполской крепости памятников в честь иезуитского храма. Фундамент бывшего храма является частной собственностью, рядом с которой расположена недвижимость самоуправления. Члены комиссии приняли решение обсудить вопрос с собственником участка о возможности установки памятника на месте фундамента. Кроме того, принято решение о подготовке конкурса эскизов на приведение в порядок прилегающей здесь территории. В этом году в рамках конкурса имени Никодема Рансена будут вручены награды лучшим педагогам Латгали. Организаторы принимают заявки с именами претендентов до 9 сентября. Кандидатов можно заявлять в пяти номинациях. За популяризацию и внедрение в учебную среду латышского языка, истории культуры и краеведения. За инновации в учебном процессе. За современный и творческий подход к трудовому воспитанию и обучению ремеслу учащихся. За успешный дебют. За создание латгальской среды и укрепление латгальских ценностей в дошкольных учреждениях. Конкурс имени Никодема Рансена Латгальское культурное общество в сотрудничестве с Резакнинской академией технологий и самоуправлениями региона проходит на протяжении уже пяти лет. И его цель – укрепление престижа профессии учителя в обществе. Неочередное заседание парламентской комиссии по труду и социальным делам назначено на 14 августа. В повестке дня вопрос о ситуации, которая сложилась в Дагубовской региональной больнице. Как известно, 5 августа член правления ДРБ Григорий Семенов через социальные сети сообщил о том, что до 1 сентября больница отменяется проведение всех плановых операций по причине нехватки анестезиологов и реаниматологов. Следует отметить, что после публикации руководителя Дагубовской региональной больницы несколько врачей изъявили желание поступить на работу в данное медицинское учреждение. Дарья, мы только что посмотрели обзор городских новостей. И, конечно же, на сегодняшний день одно из самых важных событий является тот факт, что до 1 сентября в нашей региональной больнице приостановлены все плановые операции. На ваш взгляд, это вынужденная мера или можно было найти какое-то решение, чтобы все были бы довольны? Ну, мне кажется, что решение можно найти всегда. Было бы желание. То, что происходит сейчас, это страшно, потому что это проблема не сегодняшнего дня, это длится уже годами. И люди, которые работают в этой сфере, они могли предполагать, что произойдет именно так, как произошло сейчас. И заблаговременно уже ничего не сделали. Это страшно, что в мирное время, в современное время мы не можем помочь нуждающимся людям в операции здесь, сейчас и сегодня. Это страшно. Но на ваш взгляд, вот это смелый был поступок руководителя больницы. Но сказать кратко, но емко о том, какая ситуация сегодня сложилась. Я думаю, что это очень смело. И дело в том, что кто-то уже должен был это сказать, да, уже все на грани. И не каждый хочет принять удар на себя. Потому что, да, это очень смело. На ваш взгляд, все-таки, почему медики к нам не приезжают, молодые специалисты? Или приезжают, но не в таком количестве, какому это необходимо? Ну, значит, просто мы не способны заинтересовать молодых медиков. Что вы имеете в виду? Заинтересовать именно оплатой, какими-то помощью, допустим, если это будет иногородний медик, да, то есть, видимо, каким-то жильем. То есть, чтобы человеку было интересно приехать сюда и работать именно здесь. Ну, ваше мнение понятно. Но хочется верить, что все-таки до 1 сентября решение будет найдено. Хочу отметить, что, может быть, как и всегда, Министерство здравоохранения в устном разговоре заявило о том, что, в принципе, это проблемы до выпуска региональной больницы, которые она должна решить самостоятельно. Переходим к следующей новости. Омбудсмен Юрис Янсенс направил правительству уже четвертое досудебное предупреждение, в котором дается срок до 1 октября этого года на устранение выявленных недостатков и установление минимального размера пенсии по старости в соответствии с Конституцией. В случае, если это требование не будет выполнено, Юрис Янсенс намерен обратиться в Конституционный суд. Минимальный размер пенсии по старости в Латвии на сегодняшний день составляет от 70 евро 43 центов до 108 евро 85 центов в месяц. Для инвалидов с детства этот размер составляет от 117 евро до 181 евро. Согласитесь, на такую зарплату прожить очень сложно. Дарья, вот на ваш взгляд все-таки, смотрите, десятилетиями инвалиды, мамы-одиночки, пенсионеры по большому счету ходят с протянутой рукой к нашим политикам, да? Но как все об стенку горох? Вот с чем это связано? Почему они невидимые? Я думаю, что все-таки это не настолько настойчиво, эти хождения, да? Если бы люди собрались бы в более большую группу лиц и заявили бы о себе, и как-то преподнесли себя совсем по-другому, а не по-одному. Ну, к сожалению, у нас так устроено, что наши люди живут примерно по принципу «Бог терпел и нам велел». И мы привыкли терпеть, и мы привыкли молчать. Это видно даже, не знаю, в каких-то очередях. Вот все стоят, и я буду стоять, хотя рядом будет такое же предприятие. Но я туда не пойду, ну тут же все стоят. И мне кажется, что просто надо громче об этом говорить, и заявлять о себе, и как-то позиционировать себя, потому что это... Ну, я не знаю, как можно прожить на 70 евро. Пенсионеру? Я не знаю, как можно. У меня бабушка пенсионерка, и ей ее пенсии не хватает. Ну, а как вам кажется, ответственность государства в этом есть? Естественно. В первую очередь, они же наши родители. Они нас ведут, учат, показывают примером, как надо. Они же пришли ко власти. Значит, они должны показать, как надо. Ваша позиция понятна, а я хочу сказать лишь о том, что в настоящее время средняя пенсия в Латвии, большинство наших сеньоров составляет 270 евро. Делайте выводы сами. Переходим к новой теме. Глава Ассоциации сиротских судов у Латвии заявила о том, что винить в слабой защите прав детей следует не только сиротские суды. Доля ответственности лежит на социальных службах и инспекции по защите прав детей. Как известно ранее, министр благосостояния Рамона Петровича заявила о том, что сиротские суды работают плохо, и их необходимо реформировать. В частности, передать их под контроль государственным структурам. На ваш взгляд, действительно, сиротские суды в Латвии работают плохо? Или все-таки эта критика не является обоснованной? Я могу говорить только о том, о чем я знаю и с чем я сталкивалась. Я сталкивалась с работой нашего сиротского суда, Долгопилского. И работает наш суд очень хорошо. Люди, которые там работают, очень отзывчивы, очень быстры в своих решениях, в помощи, по поводу социальной помощи. И там, конечно, надо свою работу, наверное, потянуть чуть-чуть на более высший уровень. Это то, с чем сталкивалась я. Но реформы необходимы или все-таки должно оставаться так, как есть? Ну, если эта реформа будет говорить о том, что работа упростится и для сотрудников, и процесс будет более проще для людей, то есть как-то больше проще, изи, да? То есть почему нет? Ну, знаете, вот госконтроль, например, упрекнул сиротские суды и социальные службы в том, что они, как правило, тянут с принятием решений, например, о помещении ребенка в приемную семью. Да, или же обвиняют сиротские суды в том, что они недостаточно, скажем так, проводят контроль, когда предлагают ребенка к той или иной семье, ну, на время, например, стать гостевой семьей. И, например, если гостевая семья говорит, ну, в силу своих там причин, да, чтобы они могут ухаживать за ребенком, который, ну, более или менее здоров, да, а им привозят ребенка, который, ну, у которого есть психические отклонения, начинается конфликт. Вот кто вот в это виноват? Кто где недосмотрел? Или семьи слишком привередливые, эти приемные? Или приемным семьям нужно сказать спасибо за то, что они вообще есть и, ну, помогают и детям интегрироваться в общество? Я думаю, что это от случая к случаю. Никто в этом не виноват. Потому что предугадать психику ребенку, у которого может быть скрытая шизофрения, и которая начнет проявляться через год после того, как он оказался в этой семье, ну, в этом никто не виноват. Это как пример. О том, насколько сильно и четко можно проверить приемную семью сотрудниками, тут тоже ничего не скажешь, потому что изначально все хорошие, и все себя позиционируют милыми и добрыми людьми, а по ситуации, в ситуации стресса, как говорится, люди открываются как книга или раскрываются как цветок, да, то есть никто не виноват. Это от случая к случаю. Дарья, вот если кратко, сегодня очень много говорят о том, что приемные семьи – это ничто иное, как бизнес. Вы согласны с этим? Я даже не знаю, как сказать да или нет. Я скажу, что, может быть, это не есть плохо, что это существует. Я не позиционирую как бизнес, но дети пристроены, и они получают именно, понимаете, вот этот, пусть это приемная семья, да, и не важно, это дело не о бизнесе, не о деньгах, просто у нас люди придумали говорить, да побольше. А самое главное – это ребенок. И очень важно, что он попал из детского дома в такую семью, и он видит модуль семьи. Он проецирует себя как будущего человека, который принесет пользу ячейки, ну, как вот ячейка общества, да. Ведь это же семья все-таки. Конечно, это семья. И это совсем по-другому. А хотела бы добавить еще по поводу того, что сиротские суды задерживают какие-то решения. Здесь их тоже невозможно обвинить, потому что надежда умирает последней. До последнего хочется верить, что родитель одумается, я не знаю, например, закодируется, пройдет психологов, вылечится и придет за своим ребенком. Потому что, ну, ребенку нигде так нехорошо, как с родным родителем. Сложно не согласиться с этим мнением. И, конечно же, приемных семей в Латвии должно быть больше, чтобы у каждого ребенка была бы своя семья. Переходим к новой теме. В Резекне открылся первый в городе благотворительный магазин «Алтера Вита». Отличие благотворительного магазина от обычного заключается в том, что вся полученная прибыль, за исключением административных расходов, отправляется на реализацию благотворительных проектов. Инициатива действительно заслуживает внимания, но, как показывает практика, в Латвии проекты, связанные с социальной и предпринимательной деятельностью, как-то не работают. Вот на ваш взгляд, почему? Потому что в Европе работают очень хорошо. И развиваются, и действительно благотворительные мероприятия проходят. Люди, которые, ну, скажем, находятся в зоне риска, получают эту поддержку. Но у нас не работают. Вот на ваш взгляд, в чем дело? Я думаю, что здесь два варианта. Первый вариант. Наши люди, после того, как они поучаствовали в благотворительности, к сожалению, они получают мало информации. Чем же все-таки проект закончился? Нет, не цифр. А если есть, то это как-то образно. Люди наши недоверчивы. То есть после одной такой первой попытки, второй, тебе кажется, все равно чем я могу помочь? Я не знаю, дошло ли это вот до того как-то и адресата, куда должно было пойти. Это, наверное, первое. А второе, то, что тоже так устроено, что немножко не совсем понимаем, зачем мы это делаем. Интересно. Да. Лично мое мнение, что бы вы ни сделали хорошего в этой жизни, от поступка, от финансовой помощи, от совета, от слова. Вы все это делаете в первую очередь для себя. Вы себя так позиционируете. Я хорошая. Вот об этом как бы надо и говорить. Вот, наверное, таких два варианта. Но может быть все-таки у меня есть формат тоже надо этого социального предпринимательства, да? Потому что, что такое благотворительный магазин? Ну, вот если на примере Резекна, это люди приносят, ну, уже бывшее в употреблении вещи, как бы, ну, то, что им не надо, одежда, обувь, какие-то аксессуары, ну, предметы быта, да? И вот эти вещи, как бы, кто-то покупает другой человек, и вот уже эти деньги тогда, как бы, уходят на нужды благотворительности. Может быть, сама модель это не работает? Ну, я тоже думаю, что это не лучший вариант. Именно какие-то поддержанные вещи, да? Это все-таки тоже уже предусмотрено более на, ну, как бы, другой слой, да? Все-таки дело даже не в слоях и не в том, сколько ты зарабатываешь, а дело в том, что все сейчас хотят быть красивыми, хорошо одетыми и ничем не отличаться от другого человека. Ну, и вот в этом и проблема, кто пойдет в такой магазин, да? А то, что новое приобретаешь, что очень много фирм и соучредителей, которые делают вот такие акции, предоставляют свои услуги, как бы, бесплатно, чем потом переводят в детские дома, например. То есть, я не думаю, что это реально формат для наших людей. Ну, одним словом, благотворительность в наше время никто не отменял. Помогать людям надо. Причем, я даже думаю, не нужно думать о том, дойдет это до адресата, не дойдет. И Дарья правильно сказала. Главное, что вы это сделали. Переходим к следующей теме. С 28 июля по 2 августа в Риге проходил конкурс красоты международного класса Elite Beauty Queen 2019. А в конкурсе приняли участие девушки из более чем 30 стран мира. Это США, Индия, Венесуэла, Испания и, конечно же, Латвия. И нашу страну в этом конкурсе представляла Дарья. Дарья, скажите, пожалуйста, мы знаем, что это не первый конкурс в вашей жизни, не первая победа, но в этом году вы стали третьей. Корона у вас, в вашей коллекции на одну корону стала больше. Чем вас так привлекают эти конкурсы красоты? Все очень просто. Изначально была цель — это популярность. Популярность тоже с целью, потому что я давно очень стараюсь как раз-таки вот помогать тем, кому нужна эта помощь, где, как могу, как получается. И хотелось бы это немножко поставить, ну, расширить, скажем вот так. И когда ты... Ну, к сожалению, у нас такой мир, да, сейчас. Встречают по одежке, провожают по уму. И когда ты никто и ничто, ну, помощи ожидать не стоит. А как только ты добиваешься какой-то вот такой вот цели, а я девушка, и что мне еще позиционировать? Вот. Ну, просто я говорю, если бы я пришла на радио, на телевидение, где-то, не знаю, предложила бы в Далгу после какой-то проект, придя и сказала, здравствуйте, меня зовут Даша, мне 31 год, я там выросла в поселке Силана, у меня вырастила бабушка, давайте творить добро. Ну, я думаю, что меня никто не стал бы слушать. А сейчас... А сейчас ваши границы... Приглашают, да. Открыты. Ну, приоткрываются. Ну, вы знаете, к конкурсам красоты в обществе относятся по-разному, да? Все говорят, что там своя кухня, и далеко там не все белое и пушисто. Вот это действительно так? Что можно сказать? Я, опять же, могу сказать с точки зрения только своей, главное, как отношусь я к этим конкурсам, что вижу я и что подчерпываю я из этих конкурсов. А говорить, говорят и будут говорить. Ну, а сами не сталкивались с тем, например, что... Ну, люди бывают разные. Есть конкурентка, которая, может быть, и не так великолепна, но лобби хорошее. Ну, люди бывают разные и позиционируют себя по-разному. Кто на что гораст, кто на что учился. Красота спасет мир? Спасет обязательно. Спасет любовь. А красота должна привести к любви. И ваш следующий конкурс это какой? Ну, я надеюсь, что я беру время отдохнуть и уже следующий конкурс я хотела бы посидеть за границами Латвии чисто для самой себя. Я сегодня уже в преддверии с вами немножко поговорила, что для меня это очень большой опыт психологический. Мне интересны люди, как они открываются во время стресса. То есть это не только популярность, это очень огромный жизненный опыт, который ты получаешь за эти пять дней, ты просто как будто бы год проживаешь. Ну, это надо сказать, что это связано с профессией Дарья. Да. Но не будем говорить об этой профессии, да. Спасибо большое, что вы к нам сегодня пришли. Нашли эти 30 минут. Надеюсь, что не в последний раз. Удачи вам. Ну, а вам, уважаемые телезрители, всего хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»